Идея хорошая, ее надо поддержать, это здорово. Юрий Васильевич, скажите, а как же дальше будет меняться советский район, ну по сути, озеленяться? Ну, если насчет озеленения, вы затронули вопрос по парку 400-летия города Красноярска. Это действительно громадный проект. В этом году, до конца года, мы планируем его до октября месяца, до ноября завершить полностью 100%. Будет практически высажено в осенний период порядка 800 деревьев. Завершено полностью благоустройство, то есть уложена брусчатка и все остальное. И целый год мы до следующей весны этот парк трогать не будем. Глава города поставил такую задачу, что полгода парк будет существовать дальше, тропинки будут не выполнены с брусчатки, а просто будет, где люди будут ходить. За рубежом давно такое делается. Сначала люди тропинку проложат, а потом делают. Вот мы планируем на следующий год этот парк полностью завершить. Спасибо за развернутый ответ, Юрий Васильевич. Ну, а сейчас мы прерываемся на небольшую рекламу. После этого вернемся в студию и продолжим разговор о Советском районе. Здравствуйте, в эфире программа «Новый Красноярск». Тема этого выпуска «Советский район». И в гостях у нас руководитель администрации Советского района Юрий Васильевич Егоров. Какой бы он большим, каким бы он ни был, даже огромным, я скажу, однако главное все же, наверное, то, что район быстро очень развивается, он очень прогрессивный район, самый современный район Красноярска. И молодой район. Раскроет нам такую небольшую тайну. Что же такое Красноярск-сити? Как же он будет выглядеть? Это действительно что-то будет совершенно футуристическое, не похожее больше ни на один район Красноярска. Действительно, это будет прекрасный микрорайон. Нам недавно его презентовал «Монолит Холдинг». Мы его посмотрели. Это красивые высотные здания. Это красивая, как я уже говорил, школа на полторы тысячи мест. Рядом будут детские сады. Рядом будут хорошие дороги, которые сейчас завершены. И вот будет переезд улицы авиаторов через железную дорогу. То есть это будет тот новый микрорайон, где людям будет приятно жить. Будет хорошее озеленение. Озеленение уже будет выполнено. Например, деревья будут посажены комом. То есть не маленькие кустарники какие-то, а будут комом. Ну что это значит? Объясните, пожалуйста. Комом – это взрослое дерево, которое 3 метра и выше высотой. И оно практически имеет приживаемость 100%. То есть ждать не придется пока в городе? Да, ждать не придется, когда будет зеленый город или зеленый микрорайон. Это уже будет буквально сразу. Посадил. Ну, ухаживать, конечно, надо. Так, а вот помимо зелени, например, будет ли место, где смогут горожане заниматься спортом? В этом зеленом пространстве. А нас мы гордимся этим. У нас район занимает 16-й раз подряд в городе Красноярске. Лучшие первые места по физкультурно-оздоровительным мероприятиям. Вот сегодня буквально наша команда в составе сборной города Красноярска отправляется в город Железногорск на 9-е летние краевые игры. Мы на этих играх 7 раз заняли первое место. То есть завидали меня эти. Я уверен, надеюсь на своих спортсменов, что они займут еще призовое первое место. Мы затронули тему спорта и для нашей программы «Новый Красноярск» – это такой... Своебразный лейтмотив, к которому так или иначе мы возвращаемся в каждом выпуске. Ведь это тема, равнодушным к которой не остался, пожалуй, ни один красноярец. Речь о возможном проведении в нашем городе всемирных студенческих игр в 2019 году. Скажите, Юрий Васильевич, а как вы лично относитесь к этой идее? Знаете, мне кажется, любой здравомыслящий человек к этому мероприятию должен относиться положительно. Почему? Ну, во-первых, о Красноярске узнают, что это и есть такой город Красноярск. Будут те, кто за рубежом, студенты, молодежь, будут знать, что здесь не всегда ходят медведи, но бывают и красивые, прекрасные спортивные комплексы. Если у нас точно, я уверен, состоится это мероприятие, значит, будут новые инвестиции, новое строительство. Мы сегодня уже строим новый спортивный манеж, который находится в парке Гвардейском, футбольный, крытый, на 3000 мест. Это, ну, шедевр будет и гордость нашего города, и советского района. Спортивный комплекс «Сокол», который, вы знаете, был на реконструкции, мы его возвели. Мы построили спортивный комплекс в Солнечном, но это до универсиады. А если будет универсиада, значит, будут новые поступления. Я надеюсь, не только спортивные сооружения, а будет новая инфраструктура, появятся новые объекты во всех районах. Ну, и вся страна, весь мир узнает, что город Красноярск лучше. Ну, ваша позиция предельно ясна, это здорово, мы тоже очень разделяем. Мы тоже надеемся, что Красноярск станет столицей Всемирной универсиады 2019 года. Ну, а о том, как относится к спорту жителей вашего района, мы узнаем прямо сейчас. Самый спортивный в городе. Такое звание дано этому району неспроста. В Советском активно развивается более 30 видов спорта. Все это благодаря тому, что формирование здорового образа жизни и создание условий для развития физической культуры и занятий массовым спортом стали для районной администрации приоритетными направлениями. Такое есть выражение, чтобы здание стояло твердо, нужен прочный фундамент. И поэтому, прежде всего, должна быть какая-то материально-техническая база. И в этом плане в районе делается очень много. Только первые места на городских и краевых спортивных играх, спартакиадах и эстафетах. Таков традиционный итог спортивного сезона для жителей Советского района. В немалой степени способствует этому курс руководства района на постоянное обновление материальной базы. На реконструированных и новых дворовых площадках регулярно проходят спортивные праздники и соревнования между дворовыми командами по хоккею и футболу. Футбол – это все-таки очень распространенный вид спорта. Он очень нравится людям. Люди очень часто смотрят футбол, фанаты. Я и дальше планирую заниматься футболом. Надеюсь попасть в профессиональный клуб. Помимо спортивных достижений у Советского района масса и других побед. К примеру, в феврале 2011 года первая в городе и находящаяся именно в этом районе многофункциональная спортивная площадка на улице Воронова стала победителем Всероссийского конкурса. Станет ли победителем уже международного конкурса на право проведения студенческих соревнований в 2019 году сам Красноярск, будет известно этой осенью. А пока еще одним плюсом в копилку здорового образа жизни можно считать «Арену Север» – современный спортивный комплекс международного уровня, расположенный в Советском районе. Ледовый дворец «Арена Север» – не только площадка для тренировок хоккейного «Сокола», но и зона спортивного отдыха для всех желающих красноярцев. И если можно так сказать, посол зимней универсиады 2019 в Красноярске. Именно здесь в случае благополучного исхода голосования состоятся соревнования сразу по нескольким дисциплинам всемирных студенческих зимних игр. Кстати, эта площадка уже получила мировую известность. Весной 2013 года в этом современном спорткомплексе был проведен кастинг для съемок видеоролики Красноярской заявочной компании. Сотни маленьких красноярцев на нескольких языках рассказывали о том, что наш город готов стать спортивной столицей уже сейчас. Мы общались с родителями, общались с детьми. Они действительно ждут и они надеются, что универсиада в нашем городе пройдет. И они делали это абсолютно искренне, потому что родители, которые приходили, знаете, на съемки, они спрашивали, ну что, ну мы выиграем. И мы говорили, ну мы очень надеемся. Говорят, ну мы хотим, чтобы появились спортивные объекты, где наши дети смогут заниматься. И таковые появятся обязательно. Ведь независимо от участия Красноярска в гонке на право проведения столь значимого мероприятия, спорт в советском районе в приоритете был всегда. А вот поддержать настрой заявочной компании, пожалуй, стоит всем красноярцам. И тогда, в 2019-м, гимн студенческих игр «Гаудамус» впервые зазвучит и на сибирской земле. Еще один повод для разговора, возможно, отдельного, но мы все же упомянем об этом сейчас. Это небывалая активность предпринимательства малого и среднего у вас в советском районе. Скажите, это какая-то случайность или у вас действительно действует какая-то программа, может быть, направленная на поддержание интереса жителей к бизнесу, на поддержание идеи бизнеса, как смысла жизни, как хорошего способа зарабатывать деньги? Я считаю, развитие любого региона, любого района, не может быть идти самостоятельно, администрация без промышленности, без торговли, без тех предпринимателей, которые сегодня у нас в районе есть. Я уже сказал, более 10 тысяч у нас предприятий, которые занимаются бизнесом, и у нас создано некоммерческое партнерство, совет директоров. На сегодняшний день входит в этот состав совет 120 крупных предприятий. А в чем их обязанности? А их обязанность вот что. Во-первых, сотрудничество бизнеса и администрации. Мы совместно разрабатываем проекты озеленения, благоустройства нашего района. Если взять проспект Металлургов, возле ЗАГСа построили прекрасные ротонды. В этом году поставили красивые ретроавтомобили, которых приносит радость людям. Так что строим еще спортивные теплые раздевалки. У нас их построено 8 таких в районе. Это за счет честного сотрудничества совета директоров и администрации района. Есть в жизни советского района несколько памятных дат, которые можно назвать своеобразными вехами. Это 1955 год, время, когда был заложен первый объект поселка индустриальный. Общежитие Треста Красноярск-Алюминийстроя, который впоследствии стал КРАЗом. 1969 год, дата официального рождения советского района. 1979, начало застройки новых микрорайонов, северная излетка. Но все это дела давно минувших дней. А вехи новой истории советского района, они каковы? Есть, может, перечислить, может быть, по датам или по... Ну, если мы брали за последние... Не взяли еще вехи последних 20 лет. Если за последние 20 лет, это бурно развивающийся район. Это появление, как я уже говорил, новых микрорайонов. Новых микрорайонов, которых на сегодняшний день уже не 3-4, а уже десяток. Может быть, вот это. То, что будет строиться и будут названы через 2 года, через год новые проспекты и новые улицы, это однозначно. Если мы только в микрорайоне Солнечный будем строить 46 домов, это, соответственно, появятся новые дома, новые проспекты, новые названия, новые имена. Я думаю, что за последнее время вехи вот такие. Открытия каких-то предприятий, это как бы... Они открываются, закрываются. А то, что район растет, растет как бы численность района идет... Как бы рождаемость увеличивается. Но за последние годы рождается уже не по 2-3 тысячи детей, а по 5 тысяч. То есть район перерастает с всех сторон. Потому что самое главное в районе, это, конечно, люди. Ну, помимо людей, есть ли у вас какое-то любимое место в районе, которое вы могли бы сказать, это та самая точка на карте советского района, это мое любимое место? Вы знаете, самая любимая точка, это по-вендеему парк Гвардейский. Но, к сожалению, мы его в этом году не смогли привести в порядок. Мы сделали там аллею. У нас по этому парку, как бы, задумок очень много и планов. И я надеюсь, что мы на следующий год и ближайшие 2 года, так сказать, этот парк приведем на лежащее состояние. И там будет одно из лучших мест в городе Красноярске. Удивительно, но, кажется, любимая точка на карте советского района есть практически у каждого красноярца. Нашлась она и у нашей съемочной группы. Давайте узнаем, куда направилась наш корреспондент Полина Муртазаева в поисках самого-самого.